Мастер Ахинского алтаря анонимный художник поздней готической живописи, работавший в Кёльне между 1495 и 1520 годах, или 1480 и 1520. Назван в честь своей работы алтаря в Ахине. Триптих принадлежит Ахинскому собору. Наряду с мастером святого Северина и мастером легенды святой Русулы, он является одним из группы художников, которые работали в Кёльне в начале 16 века и были последними крупными практиками поздней готической живописи в Кёльне. Как и все художники Кёльна второй половины 15 века, мастера Ахинского алтаря нельзя отождествлять ни с одним из художников, упомянутых в архивах того периода, поскольку точные даты и источники почти полностью отсутствуют. Произведение необходимо атрибутировать посредством стилистических сравнений. Что отличает его работу от произведений современников, так это энергичный темперамент, который он вкладывал в свои образы. Это проявляется в беспокойном движении его фигур, плотно написанных сценах, бурных композициях, богатых противопоставлениях, атмосферных пейзажах, современных архитектурных темах и яркости его красок. Его работы характеризуют удивительные, часто резкие внешние воздействия, такое как натуралистическое изображение ребенка с синдромом Дауна на алтаре Ахин. В своем изображении людей мастер Ахинского алтаря демонстрирует способность. создавать индивидуальные портреты, как в реалистичном изображении основателя Стифта на репродукциях в Ливеркуле, а также в изображении Йогана фон Мелема-младшего, сын родившегося в Кельне Патриция Франкфурта Йогана фон Мелема. Это изображение сейчас выставлено в старой пинокотеке в Мюнхене и обычно приписывается мастеру Ахинского алтаря. Йоган фон Мелем-младший, а также его тесть, мэр Кельна и оптовый торговец Герман Ринг, были среди клиентов художника. Помимо создания Ахинского алтаря для религиозного ордена кармелитов и настенной росписи для кельнской семьи Хардендрата, это показывает высокое уважение, которым пользовался мастер Ахинского алтаря. Корни мастера Ахинского алтаря в живописи Кельна не подлежат сомнению. Его близость к мастеру священного клана, которая очевидна как в стилистических вопросах, так и в принятии сюжетов и мотивов, приводит к предположению, что мастер Ахинского алтаря получил образование в мастерской мастера священного клана. Мастер Святой Северин также оказал значительное влияние на мастера Ахинского алтаря. А сходство в их рисунках и методах живописи указывают на возможное партнерство в качестве подмастерия в этой мастерской. Зрелые работы мастера Ахинского алтаря, такие как Пану Марии, демонстрируют явное влияние мастера алтаря Святого Варфоломея. Художник подчеркнул важные элементы и у голландских художников, например, у Хуга Ван де Гурса. Влияние, которое мастер оказал на более поздних художников, не было бы расширенными. Тем не менее, некоторые работы Бартелла Бруина-старшего раскрывают подробное понимание работы мастера Ахинского алтаря и предполагают, что Бруин часто взаимодействовал с композициями более раннего мастера. Время между первой работой Бартелла Бр Fellow Планение царей в Боне 1493-1495 или портрет Йоганна фон Мелет 1492-1497 года и его последнюю работу «Ахинский алтарь 1515-1520» показывают активность деятельности художника в добрых 20 лет. Лишь относительно небольшое количество работ можно с достаточной уверенностью идентифицировать как работу мастера. Два ретабло, разрушенная настенная живопись, два рисунка и семь отдельных панелей, некоторые в более крупных форматах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok